ребятушки всем привет всех приветствую на канальчике такси кул фбр на связи как вы видите я вещаю с города харькова коренной житель поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина готовьте чаёху ляля кебаб и мы стартуем ready steady go погнали так ну шо ребятушки заводим наш deo lexus о чётенько у . на базе пивчанский тоже катера тоже здесь ребят мыл-мыл движок мыл-мыл не знаю видно вам или нет у меня на все вот эти вообще дела слазит шкура на вот это мытьё химии так далее и тому подобное решил все-таки отвезти на мойку я у человека мы кто давно смотрит мой канал постоянно мою у него машину когда там надо то аккумулятор мне взрывался я мыл то еще что-то было вот такие там зимой когда морозы мой у него закрытый бокс свой дяденька хорошо моет все давайте ремзики отвезем посмотрим какой будет движок очень лучше я намыл ребят не осилил так скажем посмотрим что будет после мы мытья особенности вот там вот можно жить с утреца уже чекушечка в руках все как положено то говорит мужик тут что мой тачки ждал ждал горите полчаса где-то был говорю то я пока этот самый переоделся бы то драные штаны на жопе еще домой не дойдут трентюлей дадут или что-то еще о гля прет смотрите вот это вот это металлолом по хтзевский я понимаю сила жигулей вот красава вот это по-нашему молоча немножко перегруз или недогруз тент надо одеть просто череда у меня тоже был горит такой случай говорит вышел с гаража горит в рабочем иду говорит не подзывай донорит иди сюда третьим будет все попался шурую короче он горит а что там горит без давления мыть особо ты горит нет мой двигатель чтобы подлезть туда везде чтобы все было четенько я его один раз за все время мы этот двигатель где-то уже прошел тысяч то после той мойки естественно там где-то клапаны и крышки я уже менял три штуки за это время не крышки а сами эти резинки естественно что она подсыпала масло сейчас она так обильно не сыт но старая то осталось а люди приходят смотрят думает типа вообще хана движку я вам помою не вопрос и цену сразу прорисую 50 баксов да ну ребят правда жизнь продадим купим кусок хлеба правильно подписчики написали грецаня не спеши продавать говорит продаж если нечего добавлять на жратву протратишь и все что-то мне кажется все на так и будет ладно держимся ребят как ребят у нас начинается дождик как вы видите асфальт начинает мокреть скорая пошуровала где-то очень много скорых ездит видно очень многие люди вызывают силу тех или иных причин то-то супермаркета класс когда горел когда супермаркет класс горел кто же этот самый люди вызывали скорые или им вызывали я не знаю но в тот момент много ездила скорых замечу еду вернее иду вы кеду иду чемчакую ребят кстати писали нету листья вот листья вышли не видите листья иду забирать машинку позвонил горит все готова не забирать 250 гривен надеюсь цена не изменилась все чётенько красота такая у нас сегодня нулячая . ребят наши черепаховичи начали на расслабоне посмотрите киселчики какие-то тыш черепахович все чутенько у них кайфуют так давайте покормим наших рыбок ребят сюда даем вот что там много очень страшно кушают и три суда для анцитрусов для наших гранулы такие таблеточки они их любят видите сразу же кушают сразу же кушают помогала рыбок кормить да скажи давай корми корми их и меня тоже корми этими рыбками да безянки вот тут конечно классно что они попались мальчик и девочка смотрите какие носики носики интересные красивые спрашивали в комментариях какие то это красноухие ребят черепахи видите красные ушки так даем сухой корм сюда сюда трошки хлопцу фильтр выключил тут побыстрее гляньте кстати как он цитрусы съели корягу пообъедали прям конкретно это виноградная коряга мы с вами делали прям пообъедали вообще-вообще жилки такие повыедали кстати красиво у нас эти гупешки получились уже самочки беременные видите плавают с мальками внутри с икрой лампочка наша с куклы барби с домика розовая интересно это вон малечники наши чтобы малька забирать у мамки роддома роддома три штуки первый, второй и третий роддом а вы в каком роддоме родились напишите в комментариях какой номер у роддома был если не секрет может кто помнит сегодня ребятки вспомнил историю такую прикольную интересную которую вам наверное не рассказывал ни разу представляете сколько мы с вами общаемся ни разу и не рассказывал история касается черепашек вот вы мне там многие пишите в комментариях про этих черепашек много даете спасибо всем кстати огромное советов разных дельных все-таки действительно надо будет как-то сделать им островочек чтобы они вылазили и грелись там на островочке да и вообще в перспективе им нужен конечно побольше аквариум ну а раньше когда-то совсем давно с давних до вен как вот помните фильм сына принцесса воин вот у меня и такого не было аквариума точнее он был такой именно этот аквариум но там жили рыбки он стоял в моей комнате собственно там где сейчас стоит тот большой аквариум с рыбками один из вот этих вот аквариумов который с мальками тот который конкретно стоит справа по-моему или посредине был с черепашками по-моему посредине ребят или справа в общем какой-то из них наверное справа там где один одна рыбка сидит и черепашки выросли просто банально извиняюсь ребят закончилась память на телефоне как всегда как обычно у меня же телефон с самой маленькой памятью практически и поэтому все время заканчивается вот если бы был конечно как сейчас выпускает 256 гигабайт вот это супер конечно телефон вот это крутяк 4к чтоб снимал а так 4к стараюсь вам снимать занимает очень много памяти и получается что телефон все время забит все время забит в общем к чему я все это ребят к чему я все это про черепашек они выросли и в том аквариуме они практически не плавали они чуть ли не вот так знаете друг над другом как-то проплывали то есть они были огромные уже практически как вот эти большие такие дородные две черепахи и у соседа еще одного да моего получается он выкопал пруд когда мы жили как говорится и до 24 числа были бабосики у него и он выкопал пруд не знаю как сейчас он кстати надо проведать выкопал пруд в общем ребят во дворе для своей дочери представляете маленький небольшой уютный пруд прудик и там завел черепашек потому что дочь просила очень черепашек маленькая девочка просила черепашек он завел и купил их где-то с десяток в итоге что получилось он выпустил в пруд все заселили пруд растения все красиво все супер но говорит начали приходить буквально пару дней прошло приходить соседские коты соседские коты начали приходить которые ходят по улице да естественно представьте они мышей ловят и все такое и начали ловить и есть этих черепашат маленьких представляете приходит говорит дочка смотрит на это все а черепашат остались только одни панцири а все повыедали коты естественно она расстроилась плакала он купил еще черепашек она меньше стала плакать но говорит котов гонять просто нереально это говорит всю ночь сидеть там говорит на стулке возле пруда и гонять черепах потому что они ну подходят и съедают собаку заводить пускать туда к вольеру тоже говорит не вариант потому что может и собака начать есть этих черепашат в итоге он искал больших черепах и у меня спрашивают говорит Саша то у тебя же черепахи были тоже люди спрашивают я говорю да так вот говорит ищет же сосед говорит черепах больших я говорю а зачем а я как бы думал их где-то отдать там знаете ребят кому-то ну хорошие руки а аквариум не было у меня финансов тогда купить аквариум либо же сделать склеить большой для них как вот сейчас да допустим хотя бы такого размера в итоге мне говорят что он что придумал говорит вычитал где-то что если завести больших черепах что вероятно они примут этих деток и коты не будут тогда есть ничего себе и он мне вот это такое рассказывает я сразу что поинтересовался первым делом говорю а что будут эти черепашки делать зимой не замерзают ли они там он говорит у меня зимой есть огромный аквариум потому что у него очень большой аквариум я говорит зимой буду всех этих черепашат забирать и они будут жить в этом доме в большом аквариуме думаю ну тогда да хорошие как бы руки отдаю все я отдал вот этих двух больших черепах огромных таких да отдал получается ему потом значит слышу отзыв что он довольный как слон просто супер все эти черепашки большие мои тоже там мальчик и девочка получилось так что выросли да с них они приняли к себе вот этих деток всех представляете эти детки то ли детки к ним тулились то ли они приняли этих деток все на них залазили он там фотки скидывал интересно так короче это получилось как большая семья мама папа и вот эти черепашата и эти мои черепахи оберегали вот этих маленьких черепашат и коты те которые даже приходили они получали по щам от этих черепах а кто не знает ребят то черепашки они такие вроде бы безобидные но там такие пазури у них вот я вам показывал и кусаются они больно понимаете очень больно она же кусает и затягивает туда то есть если она большая то она может дать трендюлей и защищали вот этих маленьких черепашат представляете ни одну после того черепашку никто не съел маленькую ни маленькую ни большую и хозяин был очень довольный девочка довольная коты приходили получали по щам и уходили и после того они перестали вообще туда ходить потому что понимали что уже им это неинтересно вот такие ребят дела единственное что говорит а заводились жабы так говорит коты бывало приходили жабы этих воровали с пруда но это и хорошо потому что тоже пруд недалеко и говорит этих жаб постепенно появлялось очень много и приходилось бы все равно что-то с этим делать а так коты охотились на жаб приходили иногда когда слышали решите, крекчат. Такая, ребят, история. Как, значит, обстановки на сегодняшний день. Топлю вон дровами, сейчас покажу. Топлю дровишками, по-прежнему, ребят. Наш котельчик, буржуй. Живем, тянем лямку, выживаем стараемся. Газетки, дрова, стуки, табуретки, шкафы, все в ход идет. Тревоги есть, тревоги постоянные и частые, ребят. И поэтому я считаю, что нужно их соблюдать. Нужно не играться, а соблюдать тревоги, соблюдать правила двух стен. Потому что, знаете, бдительность терять, я считаю, не надо. Жизнь одна. Ну, а там, смотрите, как бы дело каждого, кто может соблюдать и считает нужным. Сегодня переделал кучу работы. Кучу очень разной работы. По двору, по дому. Ковырялся тоже с машинами. Машинку помыли, но я смотрю, что тоже надо будет там в труднодоступных местах, где его не достал. Мойщик тоже будет помыть еще вручную. В общем, такие, ребят, делишки. Держимся. Надеюсь, что с вами все хорошо и все в порядке. Ну, а кто хочет помочь на корм животным и Санечку, карточки, приваты, моно, будут закреплены в комментарии под видео. Всех обнял до хруста. Держимся. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21, вашу тачку. А САГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.